Всем привет дорогие друзья, с вами я Level One и это очередной выпуск передачи Бомбанула. На карте Малиновка наш светлячок седьмого уровня едет напротив вражеской Т-54ки. Столкновение неизбежно, но проходит очень близко. Советский наш друг и отправляется в воду, зациклившись, куда же поехал наш китайский противник. Вот в чем вся беда некоторых игроков. А наш светлячок не обращая на него внимания едет дальше и спокойно себе разбирает в последующем и Т-71. Самозатопление противника на Т-54, вот это конечно прикольчик. Самый обыкновенный бой на Т-95. Остались мы одни в команде, против нас арта, которая ни разу не светилась и сделала 6 фрагов и Лёва, который стоит на захвате. Светится арта сбоку, заходит нам в корму, у нас был выбор, либо развернуться и забрать арту, либо сбить захват и не проиграть этот бой. Конечно, выбор не очевиден, потому что арта, барабанная, заехавшая в корму, может спокойно нас разобрать. Но она была на перезарядке, поэтому нужно быстренько разбирать Лёву и потом уже переходить на арту по мере возможности. Пробитие и ждем. Лёва пробует нас выцелить лючок, но в движении это было сделать крайне тяжело и он промахивается. Но не совсем промахивается, потому что попадает по своей артиллерии и тем самым рушит все планы своей команды на этот выигрыш. Ребят, такое может случиться с каждым, кто смотрит только в снайперский прицел, так что переключайтесь иногда в аркадный и оценивайте ситуацию. А мы пожелаем удачи Лёве и Ботшат Арте, которые проиграли в этом бою. Многие из вас хотели отправить китайцев в их страну, то есть жить обратно. А наш герой решил отправить его хотя бы на свою сторону, то есть переправил его через линию экзикрида, в такую мнимую границу. Ребята, момент очень прикольный, особенно вот этот полет китайца, ну прям супер. Сколько я не пробовал сделать подобное в тренировочной комнате, у меня просто ничего не удалось. Но спасибо американцу, который сделал просто красивейший момент и отправил китайца жить на свою территорию. Думаю, у всех бывала такая ситуация, что коричневые идут на дно, да? И вы в полете или там как-то падая на них, жертвуя своей жизнью, их убиваете. Ребята, от меня вам респект, молодцы, так и надо этой артиллерии, карайте ее в полете, жертвуя собой, это все нормально. Если вы делаете так, напишите об этом в комментариях. А это ответ всем игрокам, кто спрашивает, квас как танк. Квас как танк отличный, ну как Вася Пупкин как человек, ну вы сами сейчас поймете. В общем, первый промах, потому что нас Т-150 поставил на гуслю, и чтобы ответить ему, конечно, надо было просто стрельнуть в стенку. Тут выехать добрать шотного Т-150, это конечно проблема, мы стрельнули рядом, типа испугайся Т-150. Тут снова такой, типа нет, на базу к нам не едь, я тебя отвлеку. Вообще непонятная ситуация, ну почему ты выезжаешь и сходу стреляешь с вертухи? Ладно, у тебя 45%, но зачем такое делать, ВБР не всегда на твоей стороне. Я в шоке, четвертый выстрел подряд. Четвертый, тут наша ПТшка съезжает с захвата и едет к нам. Да, все отлично вроде бы, но я думаю, блин, Квас, фу, хорошо, что ты не поспешил, ведь забрать тебя Т-150 мог, потом еще и ПТшку проиграл бы. Но ПТшка выезжает, добирает, и Квас такой, я тебя мог убить, я смотрю за тобой. Это просто капец. У вражеского Леопарда не хватает времени захватить базу, но у Е-50М сломанное орудие, но нет, в несколько пикселей он попадает. Есть еще две артиллерии, одна отстрелялась, все, времени на перезарядку ей не хватит. Есть еще одна, Леопард-1 понимает, что времени нету, нужно ехать, 15 секунд остается. Тут наш герой находит ямку, ров такой, куда можно съехать и потянуть еще несколько секунд. Тут он на кочке, не видя ее, теряет уже несколько хп, и Леопард-1 сверху. Вы знаете, что, возможно, он сейчас умрет, но Леопард-1 проскочил и не убил. А башню развернуть у него не удастся, потому что он врезался в камень и сам уничтожился. И все, одна секунда, выигрыш. Ну и последний момент с елкой, которая в конце боя, когда уже вся команда слилась, собрала всю вражескую команду на пати-хард. Ну и, конечно, началась тусовочка. В общем, ребят, присылайте свои реплеи ко мне в официальную группу, также голосуйте в комментариях, какой танк, с какой ситуацией вам больше понравилось. В конце видео будет список всех танков, и тот человек получит 500 голды. В общем, если вам понравилось, также ставьте лайк, рассказывайте своим друзьям. Именно по количеству лайков я буду судить, понравилось вам или нет. А если не понравилось, ставьте дизлайк. И поэтому я буду судить, что же мне стоит изменить. В общем, всем, ребят, спасибо за просмотр. Кто первый раз на моем канале, подписывайтесь. А с вами был я, Левел-1. Надеюсь, вам выпуск все-таки понравился. Пока! Также вы можете посмотреть прошлый выпуск передачи «Бомбанула», кликнув по левой картинке, или какой премиум танк качать по правой. Продолжение следует...